Итак, welcome to data science. Для начала, давай расскажи мне, пожалуйста, что такое ориентация вектора и какие они бывают. Однонаправленная, разнонаправленная, радиус вектор, не знаю, это ориентация или нет. Неправильно. Начнем с того, что у нас есть три ориентации. Есть это у нас неориентированный вектор, то бишь это просто одномерный массив. Это есть и коориентация, не ориентация. Дополнительно не поставим. Да, это одномерный массив, это не ориентирный вектор. Далее, с ним нельзя проводить транспонирование, потому что... А, строка и колонка, ладно, хорошо. Далее, да, строка и колонка, вектор Роу, вектор Колумб. Итак, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот умножение векторно-скаляр, это что такое? В смысле, что это такое? Ну, умножение векторно-скаляр, объясними, как это работает. Ну, это любое число умножаем на вектор. Если вектор имеет две координаты, каждая координата умножается на это число и потом складывается. Хорошо. Нулевой вектор, это что такое? Каким методом это можно создать? Так, нулевой вектор, это тот, который исходит из 0,0. Так, нулевой вектор, просто не говори, откуда он исходит, это неважно, он может сходить. Ну, короче, откуда он исходит, нампик, точка, зирос и скобочку. Мне важно, мне важно его свойство нулевого вектора, какое у него свойство? У него есть два свойства, это длина и направление, расскажи мне про его длину. Длина, длина 0. Длина 0. А он калинянин сам к себе? Ой, он все сам к себе. Хорошо, давай начнем тогда. Он, короче, обладает теми свойствами, как и другие векторы. Он калинянин сам к себе. И перед тем, как мы перейдем на тему калинярности, потому что я буду... Ну, давай тогда мы с тобой поговорим про калинярность более глубоко. Что такое еще калинярность? Так, калинярность это параллельность. Калинярность это... Или перпендикулярность, в чем за разница? Итак... А, артонармированные или какие-нибудь там они? Спокойно. Или перпендикулярные. Векторы являются калинярными, если имеют какое-то свойство у них? Если они не пересекаются. Если они у нас лежат на одной прямой или... А, на одной прямой или на параллельной прямой. Отлично. И угол между ними какой будет? А у них есть угол между ними, нулевой. Нулевой будет угол. Совершенно верно, 0 градусов, 0. То есть, если у нас при вектор на произведении... Если у нас при умножении вектор на вектор, у нас получается произведение 0, то есть вектор естественно-ка линеарное. то есть мы можем исходя из того что у нас получится метод шип вычисляет 3d 2d он это пишет показывает количество измерений это показывает вложенность сколько у нас скобочек 2d 3d 4 скобочки 4d будет и так далее показывает оси сколько сколько умничка что такое бойцы зачем нам это нужно априори ячейка что там короче один элемент 8 бит 5 элементов 40 бит это если у нас какой дтайп указан in какой именно и уинтем намного бывает in 824 какой который предмет определен 64 ты хочешь сказать что по умолчанию выделяется 8 бит один байт на один элемент по умолчанию мне кажется все четыре выделяет больше на один элемент байт нет а почему один элемент 8 бит я не знаю тогда когда это один 1 байт 8 бит а почему каждый элемент 8 бит в каком-то там уроке это если мы с тобой сделаем это если мы с тобой сделаем дтайп какой чтобы у нас получилось 8 бит один элемент какой должен быть дтайп на 8 бит что ли есть дтайп 8 байт дтайп должен быть in the 8 потому что это не является наименьше вообще значением из винтовых то есть выделяем на комбом элементу дается 8 бит да тогда один байт либо один байт будет каждому элемент даваться иначе говоря 8 бит чаще всего говорят просто мы в байтах можно выражаться можно в битах но обычно в байтах это проще хорошо далее что такое вообще метод axis что это кое-кс и y ну что такой метод axis что за метод axis она выстраивает вот эту координатную штуку минус 33 он показан поиск и диапазона масштабирование ограничивает нашу что такое grid сетка которая еще у нас есть мы сможем еще пилте делать пилте . x и y клип но это пока неважно смотри далее вообще давай мы поговорим с тобой еще про про транспонирование что такое транспонирование это если нам дана строка мы транспонируем ее столбец либо наоборот до столбец транспонируем строку да что такое тогда операция транслирования ой там фигня какая-то короче была одна строка две строки стала растягивания до квадратика расширение да у нас растягивание расширение многократное повторение операции с матрицей вектором мы с тобой масштабируем то есть у нас даже высокая строк из как и как это мы растягиваем наши векторы хорошо что такое итак давай начнем решать задачки но пить и к начнем решать задачки что такое щеком планарность и что это не штука компландарность векторов это есть перпендикулярность нет что вообще от коллинеарность это понятно коллинеарность это когда вектор у нас лежат на 1 прямой либо на параллельных прямых это коллинеарных тарада на них 2 а широкую компонарность а их три уже и векта являются компонарные на каком основании если если они тоже стали эти ком так так какое понятие идет компонарность параллельность а ты мне три вектора являются коллинеарные три вектора являются компонарными если они коллинеарны нет ты видимо не ищи прошла до компонарность векторов нет я это слышала я запомнил коллинеарность вектор а является компонарные если и вектора являются компонарные если они лежат либо в одной плоскости либо в параллельных плоскостях 3 вектора являются компонарные если они лежат либо в параллельных плоскостях и так вот вот next давай начнем уже погружаться ближе в математику и в набер то есть я поспрашивал принципе очень хорошо оценивать и знания и начнем с самого интересного думаю чего-то простого покажи мне пожалуйста как вообще записывается норма вектора что такое норма вектора что такое норма вектора и что такое вообще формула открытого расстояния а это которая косинус нет но вектор а сначала что такое норма вектора это имелин пис говорил длина его нет какая-то модульная совершенно верно длина его хорошо по какой мы по какой формуле будем чтобы длина вычислять так если дан x1 y1 y2 y2 то y x 1 минус x x 2 минус x 1 y2 минус y1 а если нам что-то там минус 1 это у нас вообще-то считается координаты вектора а а подожди тогда корень нет но близко но близко это вообще-то евклид какой пифагорода евклид какой подожди когда корень а в квадрат плюс б в квадрата евклидовое расстояние понятно что а в квадрате квадрат сумму когда гипотинут это все понятно но мы говорим про формулу евклида про формула проект не кредо расстояние кто же такой евклид товарищи причем севки не знаю смотри смотри сюда это расстояние два этих штучки потому что так показываю модуль вектора я хочу две палочки разделить чтобы чтобы если напишу одну палочку ты подумал что я модуль хочу взять правильно модуля числа если возьму две палочки ты уже понимаешь явно что это точно не модуль я понял это полу и вклидовое расстояние не вклидовое расстояние это мы сейчас продлину это мы про модуль мы до провод вектора это является базой и так что же это значит и так это значит следующее что нам нужно будет написать в две палочки поставить и сделать нам корень корень я говорю еще корень в корне что надо внутри положить туда чтобы что кладем в корень мы работаем так всего координатами это формула общая на она имеет общий вид какой она имеет общий вид а в квадрат плюс б в квадрат она имеет сейший вид сигма сигма нижней ничего какое среднее значение что такое сигма общая сумма сливать и будешь нижний предел какой будет у нас у сигма нижний предел это я какая нибудь я пишу и равно чему можно ли поставить нет и его годы поставить смысле но чудо но то и станем нет вообще-то единица если придет если 0 все программирование мы здесь вектора 1 индекс программист мы опять мы превращаемся в математиков потому что мы пойдем по индексом векторов пока пир компоненты вектор имеет первый индекс они нулевой как в программировании хорошо а верхняя верхний предел будет n правильно да если предел будет представляться исходя из количества наших оппонентов вектора этого от вы этого квадрате так что это ну что имели не там ну и сейчас вообще про вообще нет клип там какой-то это в длин для нас для мы так ищем так вот мы считаем норму вектора вот так вот итак давай раскрою мне пожалуйста например не знаю там вот у нас есть вектор какой-нибудь вектор а например да он обладает там 1 и 2 как мы с тобой норму вектор напишем и напишем а а вот этих двойных штучках корень 1 квадрате плюс 2 в квадрате я напишу получается сигму как раскрывать будем в и ты в подрате плюс но в этой будет в первый потом в плюс в 2 ну хорошо в 1 квадрате плюс в 2 квадрате но подставляет туда значение выпили чему равен 1 квадрате плюс 2 в квадрате хорошо что это значит что это значит вот опять подрал те корень из 5 ну да можем сейчас пока не высчитать давай сразу на пойти это сделал готово и давай это длина и волю что норма и формульки не стоит норма вектор давай напишешь тебе норма вектора норма вектора потому что это другое тоже можно быть и ну я уже запуталась да подожди это общая формула и так готовы писать готова ну поехали так ну что там чем ты не обрадуешь здесь вы равно дело дело на что нужно сделать первым делом дать вектор нам нужно сдать вектор ну пишем буковка а у нас вектор правильно а вообще первым делом нужно мне кажется заново подгрузить нам пидают заново давай вот мы зала погрузим нам пио запустил не нас же здесь не последующий всего урока достаток ну первого главный запустите чтобы обновилась у нас мы плотли будем делать или нибудь пусть поликновать наверное давай давай плоды спелте рейд поехали итак поехали давай мы с тобой запишем это а что пишу дальше нп точкой рей даже говори что это значит тет создаем массив какой-то создаем массив то есть это выдаваем выдавая функцию оба это функция что дальше квадратные скобочки в них квадратные скобочки и в них один запятая 2 а теперь скажи это как я хочу от тебя услышать вносим туда данные передаем аргумент передаем аргументы в пункции на какие мы передаем аргументы функции квадратные скобочки и скобочки хорошо вносим туда значение которые будут в скобочках я откуда знаем итак передаем туда список переда список вот и передал чтобы ты дальше передаем еще одну зачем-то скобочку иначе что-то там можно не писать потому что не тот век нужно не писать это не это да это это можно можно написать но можно писать пока что просто при который не имеет направлении что-то транспонирование с ним нельзя будет транспонирование все остальное можно будет но неважно смотри поэтому можешь пока не писать но можем описать в принципе нормально можно две писать хорошо что дальше вот next так а чё нам надо нам надо теперь узнаем вот это длину ленге хт а нет подожди мы мы будем знаешь как считать мы все будем считать помощью формулы 3 до расстояния ну хорошо так а чё бы не ленге хт написать нам а подожди мы с твоей халтурщики ну хорошо давай ну хорошо согласен давай тогда начнем с простого да а ты вот так нет а ты вчера сказал что я депетина пользовалась и зачем я это делаю и так давай 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 пишут объекта напиеды правильно что получаем получаешь корень до совпадает из 5 223 правильно слишком скучно давай напишем функцию которая будет делать делать это же слишком скучно согласна да напишем функцию переведем и клиент расстояние из математики программирования готова давай не умеет стать эти функции ну ладно ну вот ничего научимся смотри мы пишем получать ключевое слово для создания функции это что говорит что создая функцию какой-то переменную и у нас она может быть . или нет не может быть вектор готова переводить эту формулу программирования давай пора пора да нам нужно что корень скрт то есть мы напишем что нужно так а чё ты хочешь вот так сумма потом нужно сигма да да сам что ли еще засуну напишем нп.сам сигма что дальше откроем еще скобочки так так и какими-то надо а б сложить 12 что что передавать туда будем сигму вектор и ты откуда мы получаем а вектор ноль что ли в квадрат откуда мы получаем вектор а ты написал что это вектор а мы его определили да и из параметра получаем до его почему нас урали где переменная вектор вот же вектор вот так это же условно переменная это же условно переменной подожди а я не знала что это хорошо хорошо смотри ну поехали готова да будем почему формула такая вот вот здесь квадрат ему это понравилось ему это не понравилось что дальше вот это это условно переменная она существует только внутри функции это условно переменная она существует только внутри функция узнать нам надо в квадратная скобка нулевой индекс что дальше ну пора запускать да так не запустится пора запускать пора давай что мы пишем здесь ты чё-то пишешь я слежу и что даже поставить равно нет нам нужно вызвать функцию как вызывать будем я принтом создать объект какой-то мы будем вызывать функцию как мы все будем и вызывать ну дядя петя равно норм вектор не знаю чтобы вызвать функция нужно писать название функции что еще давай вспоминай ты я познала а почему сначала объект не надо составлять название функции и и давай что там нужно еще нам нужно а засунуть куда-то правильно круглые скобочки так то есть нам нужно вызвать функцию нужно писать название функции круглой скобки так написал что дальше но а то у нас чуть такое вектор вектор внимательно вот мы включили все посчиталось все посчиталось что дальше вот сравним что давай круглым это еще а если это не google коллапта print это все в принте будет или это не будет это будет все в принте и так совпадает 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 давай мы тогда сделаем проще еще не флот сделаем а сделаем он не убирай делаем bull готова к буллу хорошо что вернет что вернет а че нам надо так bull должно возвращать true либо нетру до либо фолос что вернет что свернет true а почему умничками натру потому что и эта функция и эта функция возвращает одно и то же согласно и поверхние которые мы создали до этого да и вот это тоже и вот это то что у них математика 1 этаж зашиты правильно в нее подожди не поняла нп сам дядя петя у нас вообще где чего равен дядя петя а это вы буковку а я сначала передаем она превращается дядю петю буковка а превращается хорошо алинал норм у нас в другой ячейки на смотри это вообще и вообще подожди да это просто какая-то функция поняла это встроенная формула это мы создали и она равнозначно все это то что под капотом видишь это норм плана готовый метод но чтобы те тебе не запариваться тебе чтобы такой не писать ты просто используешь метод норм да а вчера ты мне написал распиши мне это чтобы расписать чтобы ты понимал что мы понимали одно и то же что дальше вот next ну давай по что-то посерьезнее уже да во первых поговорил еще раз то что коллиния вектора каждые на коллиния ли сам себе и нулевой век для калинярин ко всем вектором это важно да так нулевой вектор калинярин ко все вектором калинярин ко всем и любой вектор и любой вектор калинярин калинярин сам себе калинярин параллелен да это значит он лежит на он лежит на одной прямой или на поле прямых так а вот эта компланарность она меня бесит потому что там уже участвовать и вектора если коллиниярности два вектора то компонарность и вектора уже участвует это уже связано с плоткостью правильно хорошо итак будем с собой слага складывать вектор с помощью какие правда знаешь сложение векторов как как по координатно какие у нас правило саживетров есть не знаю по координат на один плюс а ну давай быстренько сложим два вектора давай вот у нас бы два вектора сейчас секунду например вот у нас вектор а вот такой вектор у нас будет до вектор а б и еще какой такой вектор например вот ну вот такой пример это будет вектор cd как мы стоят два вектора сложим создадим из него гипотену гипотенуза это что значит по каком правом будет складывать треугольник это куда мне нужно приложить приложить нужно вектор какой точке кб я прикладываю вектор точке б правильно да ну поехали прикладываю делаешь вектор да это будет сумма вектор дел вектор а d1 например да ну ты нибудь что нибудь что написать а w что дальше получается это результирующий вектор правильно да то есть а w равно чему корню из а б в квадрате плюс б в квадрате cd плюс а б согласно да с этим ну корень не на никаких корней все нормально хорошо все нормально итак это показывает что а w равно сложению двух векторов правильно мы все мы с мы сложили это же просто сложение а что дальше вот next отчет дальше ну давай начнем тогда что мы начнем тогда дальше пойдем давай скалярное произведение векторов что значит число на вектор а ты мне кстати ты меня сейчас такой единичный вектор пока вы формуле высчитывается единичный вектор лишь вектор это длина вектора как и равна чему единички и так ну давай мы с тобой запишем формулу готова давай итак ну поехали единичный вектор мы должны написать следующую штуку мы напишем вот так вот такая птичка это не просто птичка это важная птичка корона один дели на длину вектора умножим на сам вектор вот вот она форма формуле единичный вектор и когда и мы и может рисовать и мы с тобой нарисую два вектора вот у нас будет один вектор вот так сейчас нарисую смотри буковка например когда у нас будет у нас будет внизу вектор еще один и мы должны показать что нравится как мы запишем но мы запишем то же самое в поставим здесь птичку обязательно корону и так и напишем что напишем есть корона должна быть хорошо далее получается мы один дели на длину вектора умножаем на вектор каждой купонент вектор мы умножаем на одну пятую метод ванц он просто создает единичные вектора вот принимать шею всегда x y z равно единички да всегда единице будет равно хорошо поняла это просто абстракция было это просто было абстракция это когда вектор умножается на число нет это у нас просто скалярное векторное произведение а что такое скалярное произведение векторов покажи что такое скалярное какое все бывает векторное и скалярное векторное еще есть вот что-то из них с косинусом и так скажи мне формулу его скажи формулу это когда x1 плюс x2 y1 плюс y2 это формула уже и потом складывается да это все да подожди это формула в координатах если мы считаем а если просто хочу скалярное произведение векторов какая будет формула это просто один вектор умножить на другой это важно вот она формула а это уже внизу в координатах внизу координатах мне это неважно координатах мне пока неважно мне важно первое смотри это поняли да например у нас есть два вектора вот у нас есть вектор а например у нас там что у нас будет какой-нибудь там например 123 да будет проще вектор b вектор b что это такое например 45 как мы с тобой посчитаем скалярных векторов косинус она была умножить на кос какой нп кос не знаю как тут в нп косинус подожди у нас есть какой-то у нас есть какой-то метод который нам сделать скалярных векторов метод нам надо сначала и клины посчитать минуты пока не надо можешь использовать метод готовый как будем этот как метод называется по-английски еще product а умножить что ли да все поняла давай делай как называется по-английски иду так получается по-английски называется dot product dot product скобка открылась а запятая отлично то есть это сказать правильно да скалярная а точечная точечная обычно обычно говорят точечная точечная произведение а еще говорят а еще говорят ладно вообще говорят итак внутренние правильно первый раз мы что-нибудь доверить ладно просто говорю это и на продукт это то же самое что скалярно что точно что внутри это одно и то же согласно это тоже это одно и то же смотри давай посчитаем какая формула у него смысле чё под капотом формула до длина а модуль а модуль b на косинус угла между нет неправильно модуль под капотом у этой штуки на выходе чтобы число возвращаться в этой штуке число да да значит получается у нас x1 нужно x2 а то что тут это я первый раз говорился y1 y1 y2 y2 ответ какой будет так 3 плюс 7 10 2 чего что будет получается 10 а подожди 2 на 5 10 13 так но получается проверяем или не будем да проверяем отлично обычно за скале произведение идет обычно сразу же вектор на пасе и векторов расскажи мне про вектор на векторов перед тем как мы идем к вектору давайте немножко получу что такое дома адамарова адамарное умножение адамарова умножения ну блин кто такой адамар что такое адамарова умножение и так давай посмотрим что что же это за зверь такой готова давай или пола адамарова произведение говорится но неважно и так получается адамарова произведение это каждый компонент умножается на соответствующий компонент по соотношению один к одному это называется домара умножение я должна была знать 1 на 3 2 на 5 давай мы с тобой посмотрим что у нас получится отопиться следующим образом это просто а умножить на б это адамарова умножение здорово это каким образом случилось все ладно фиг с ним вот это называется домара умножения 3 плюс 10 а 3 запятая одна координата умножилась на перемноживать лишь один к одному умножается один к одному этого называемого умножения домара произведения далее что дальше нам нужно перейти к самым интересному я тебе дал немножко отдохнуть теперь скажем что такое векторное про директоров пока еще пока еще формул вектора произведения не знаю я знаю что они разные слушай интересно а ты можешь мне доказать что скаляно произведение дистрибутивно что такое дистрибутивно дистрибутивно это свой математические свойства скажи пожалуйста операция сложения она коммутативно операция сложения коммутативно а это закон коммутативно что это какие законы это закон типа коммутативный закон ну короче в каких-то случаях что такое пошло дистрибутивность готова давай но готова да а че очень классе дистрибутивности он начал о чем-то гласит это логика нет и числа конъюнкция дизюнкция конъюнкция вот это вот это у нас что такое вот это птичка летит это что такое птичка которая вот которая называет комминции почему 1 то конъюнкция почему это тру тру или что это потому что мы договорились с математиками что что у нас значок означает конъюнкция таблицы таблица истинность у нас есть это умножение а это дизюнкция это или это сложение это получается умножение это сложение это умножение а умножить на c согласно как умножение стало сложением нет ничего не стала вот это было как вот это конъюнкция была умножить как она осталась а потом вот это вот это внутри уже посередине кисло жения посерединке . 1 с другой скобочкой обновить скобочек происходит умножение это то же самое что сначала умножим на b и c сложить б плюс и умножить на это разложение скобочек хорошо далее но обычно в мат логике не всегда понятно студентам еще можно посетить форму дистрибутивности просто без без мат логики это просложение дистрибутивность про умножение и так и тогда совершенно верно коммутативность это про умножение коммутативность нет тихо не коммутативности конъюнкция они не путать с коммутативности конъюнкция конъюнкции это математическая операции по мутативность это просложение по фиг чуа b плюс с либо цели коммутативно также произведение не только сложение также произведения как вот я еще хорошо 2 умножить на 5 и 5 может на 2 это куда твое операция да ну вот и все доказать дистрибутивно конечно а это вот эта операция получается мы за скобочки выносим множитель а внутри скобочек делом сложение сложение делаем внутри скобочек будет сложение 1 скобочки будет умножение если вы позвони собой дистрибутивный закон о чем он гласил дистрибутивный закон но он об этом на собой глазе смотри например везде мы везде вас от логика да ну ничего страшного найдем без мотлогики а весь довезем от логика смотри давай 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 дашь на тебе что-нибудь открывается смотри нам нужно будет туда давай вернемся к этому к этому умножению да с помощью матлогики вот получается вот дистрибутивный закон логическое сложение вот она за скобочками есть множитель за скобочкой сможете правильно а внутри скобочек сложения вы просто потом можем а на цена а плюс плюс б на б на c можем раскрыть скобочки следующим образом мы умножаем цена а плюс б на c это понятно это все понятно давай мы с тобой это докажем программировать готова доказывать докажем дистрибутивность возьмем какое число и из ниоткуда скалярного скалярного произведения поехали нам нужно получать скалярное произведение как мы с тобой сделаем ну np . dot . dot а у нас уже есть скалярное давай его используем давай что дальше вот у нас уже скалярное умножим его на 5 нам нужно скалярное ну ты просто тебе так плохо будет видно давай лучше не перемену лес нам нужно сложить его чем сама себя нам нужно создать еще третий век для начала надо давай а как мы за скалярное произведение вот же вот же формула скалярное произведение тут есть три вектора вот же вектор то 3а b c 3 вектора давай докажем лобби конечно это вектор смотри np.r вектор сейчас например нас тоже будет какой-то получается вот у нас с левой части наше будет у нас она b плюс а все доказали доказали что это у нас они у нас дистрибутивные или 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 мы еще доказали или не доказали ничего еще кому что доказали кого еще доказали правильно зачем нам нужно ли на c давай сделаем так теперь давай сделаем так нам нужно получается это должно быть равно чему нп а нп дот а хотя на фига согласно все левая часть равна правой части согласно доказали что у нас у нас она дистрибутивно имеет закон скалярное произведение имеет свойство дистрибутивности мы доказали что мы можем с тобой сначала ложь она b плюс она c это будет то же самое что мы а умножим на b плюс c то есть мы с тобой эту формулу вот эту форму перевели в язык программирования согласно этот формулу ты не скинешь эту формулу галочки и не галочки конечно эти все скидок согласны чтобы перевели это эти значки не понимаю ладно значки не понимаешь что хорошо смотри вот эти значки действительно у тебя таких него значков но забудь ты можешь использовать место амперсанда вместо амперсанда ты можешь использовать что конъюнкцию птичка 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 машет вот я сначала я думаю ты мне сейчас к это что-то друг этот счет отличается от скалярного скалярное произведение векторов получаем вектор что а числом вы получили получаем скаляр то бишь число правильно да а есть у нас уже не скалярный векторов а уже век получить хорошо хорошо ну вообще по какой формуле и какие мы возьмем с тобой нам нужно то будет получить а сначала взять два вектора правильно и вы должны перемножить только друга векторами согласно ну поехали а давай мы с тобой возьмем два вектора какие два века мало что возьмем но на и бы у нас есть нас уже есть два вектора а и б хорошо что дальше у нас для начала у нас есть какая-то штука в поймете который делает какой-то кросс это что такое за кросс не знаю аркосинус я видела когда искала про аркосинус нашла кросс это обратный обратная обратная чё такое косинус аркосинус это обратный косинус если косинус это число то что такое единичка деленное косинус это угол посчитать это число от косинуса тоже угол косинус это число аркосинус это угол числа то есть аркосинус косинуса это угол косинус косинус питом на 2 это равно число и уже вычисленный косинус получается у нас угол если меня делаешь и за и за и скользко сидишь аркосинус мы получаем свой угол и как и красную задачу ты уже получил угол получиться 78 градусов как у нас как у нас это все считается вот не знаю нам нужно получается вектору у нас получается следующее свойство какие следующие свойства у нас есть а ну получается у нас есть когда у нас вектор а умножать вектор b получается веком c и это не самое важное самое что что у нас обладающими свойствами у нас должно выполняться три свойства докладом и друг другу для на вектора c для на вектора c вектора c равна длина вектора а длина вектор а б на субботу между ними правильно это у нас длина вектора эту наску это рассвет на 7 вектора на поведение далее у нас c должно быть перпендикулярно как а линеарно что такое вообще оттагональность ты оттагональны к и церквенных бы далее векторов а bc правая тройка векторов есть у нас идет угол если если мы смотрим свектора с конца вектора c угол будет против часовой стрелки если если кратчайший поворот отношения относительно смотрят вектора c против часовой стрелки это будет у нас правый рукавекторов иначе это будет левый рукавекторов да да если бы будет другую сторону да у нас нам нужно будет кратчайший поворот если кратчайший поворот от а к б будет против часовой стрелки это будет правый рукавекторов если по часовой стрелки это будет левый короче либо развернут далее смотри во-первых для коллинеарности двух векторов необходимо и достаточно равенство нулю вектора являются коллинеарные если у нас есть если у нас если 0 если нам даст умножение 0 это значит вектора коллинеарно правильно и а может на бэром и на до и гормоли если мы получим по формуле значит у нас вектор и лес калиния на подошли друг другу таким образом а длина 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 модуль векторов произведения равна площади полеограмма это тоже свойство то есть у нас c длина c это у нас площадь полеограмма а сейс свойства вектора произведения у нас свойства анти коммутативное если мы с тобой а б равно минус б а это будет это будет допустим если по ректору цепи вверх ногами и так давай мы стопаем итоги вектору вектор произведения 2 альбе называется называется эти микро и теме надо то есть давай мы запишем что вектор произведения нас третий вектор это у нас c равно а на б мы получили 103 вектор который удаляет удовлетворяющим условиям какие условия удовлетворяет а перпендикулярно б ты перпендикулярен к этим вектором ты перпендикулярен как а и б как мы с тобой напишем а и б но так напишем а и б до теперь пик и дали к и б это свойство чё-то равно нулю модуль вектора ты определяется по формуле по какой синус угла модуль вектора цепили длина а на длину б равно а на б на синус угла согласно далее и третье свойство какой у нас самое важное правила правой руки а б и ц и ц образует правую тройку векторов правая тройка векторов правая тройка запиши пожалуйста далее и тогда мы можем сказать что получается это вековцы далее вот три свойства ну давай вот у нас есть допустим а вот это кросс а x а y а z вектор bx by y и bz нажать на выходе должен быть вектор вектор равен чему c равно а уж на б оказывается чтобы посчитать векове коров нам нужно посчитать определить как будет определить считать вот ненавижу я это и не поняла определитель определитель сначала вектор а единичный вектора орта вектора да вот x y j они же bbx by y bz и какими-то строчными хреньями их не нужны и как спокойно спокойно матрицы не нужны спокойно это вычисляется до последующей формуле да у нас я понимаю что сначала где-то дают матрицы сначала и тут вектора неважно как это вычисляем нам нужно взять миноры нам сначала нужно что вычеркивать мы с тобой должны что-то что-то вычеркивать правильно обычно все путаются что-то вычеркивать согласно и так сначала нам нужно будет умножить вторую строку потом вычеркиваем третью строку согласно и когда вычеркиваем это вот есть это и умножить на что вычеркнули это все замечательно когда почему знак меняется бывает они плюс плюс а бывает минус плюс это за счет чего это знак как они определяют давай сразу же давай сразу же мы что посчитаем нам нужно минус нам должен просто у нас есть формула джей мин ай ай умножить на минор минус джей может на минор плюс ки ложит на минор мы с тобой это константом смотри у нас есть формула уже зашито константы уже они никогда не бывает плюс-плюс либо минус-минус как мы с тобой смотри как мы считаем определительно сейчас мы найдем что это константа я тогда вообще пальцем как мы с тобой считаем определиться как мы считаем у нас есть формула правильно какая формула диагонали мы начинаем делать диагонали получается 1 1 умножить на 22 минус 1 умножить на 1 2 правильно пожалуйста да а вот когда три штуки все я поняла что минус и плюс вот это это константа вычисляет давай считать давай считать конечно эти скину скану все эти скину у тебя уже есть у тебя уже есть ссылка на джамборд далее давайте возьмем 273 например на джамборде ты можешь использовать к своей далее мы раскрываем это как и есть вектора мы пишем а и ай умножить 7 3 3 диагонали пошли давай 7 на 3 умножить сколько будет 21 плюс 20 и ну давай сначала до диагонали выпишем чтобы было проще минус 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 минусer и это база на база 235 3 умничка далее плюс и минус это 7 и 321 минус минус 2 минус 6 и минус 6 и минус 6 и минус 6 и плюс почему плюс мы еще не знаем минус минус 9 минус 9 минус а почему-то меняется и плюс 14 минус я не вижу цифра 275 получается минус плюс на минус уже минус минус 17 замечательно облегчил мне жизнь что этот минус плюс окажется постоянно делаю дом конечно ты блин постоянно ты робот вообще какой терминатов восстание позанимались хорошего